Добро пожаловать в Евангелие от Марка. Матфея закончена. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот я посылаю Ангела Моего перед лицом Твоим, который приготовит путь Твой перед Тобою. Первый раз, когда я это читал, у меня все было ясно. Потом стали появляться вопросы, а потом стало все не ясно. И тогда начал дальше разгребать, раскапывать, читать толкования святых отцов. И тогда только увидел, что Евангелие не Маркова, Евангелие Петра, Петр, Марк-то не ходил даже. Тот юноша, который обернулся по телу, вышел посмотреть, когда в саду Геслиманском Христа арестовывали. Это был Марк. Все с этим соглашаются. А далее. А он ученик Петра, как сын был, он называет его. А тут, говорит, начало Евангелия Иисуса Христа. Ни Марка, ни Матвей Евангелие. Когда мусульманами беседы, мы говорили Евангелие от Марка, Иоанна, они вообще не понимают, как. И жил это Евангелие. Это Христу и Са. Все Евангелия, они в одно об одном. Евангелие благоевест, Евангелие Иисуса Христа. Вот где ответ дается. А это условно по автору. Евангелие ни Матфея, ни Марка вообще не существует. Благая весть Христа. А спроси сейчас, ты Евангелие от Христа знаешь? Как не знаю, я знаю Евангелие Матфея, Марка, Луки, она какое? Христа. Видите? Я этого никак бы не знал. Прошли годы исследований. И тогда только увидел, Господи, да как же это можно было-то не видеть? Православные-то вообще этого ничего не знают. Начинают говорить дальше. Христа, Сына Божия, запятая, как написано у пророков? Написано у каких пророков? Есть великие пророки, двенадцать малых. Ну то пророк Айгея знает. А где? Православный спросил. А ведь это пророки, которые в Библии, ну в Захарии там много написано. Исайя это крупные пророки, большие. Большие не потому, что один выше ростом был или важнее перед Богом, а по объему того, что осталось. Может быть Айген написал сто глав, осталась одна. Общество малых пророков. Как написано? Иисус идет с учениками и доказывает, как написано. Притом абсолютно везде доказательства должны быть от того, как написано. А вот как написано-то? Вот это, вот это и не знают. А спорят. Я Павлов. Я Полосов. А я Кифин, Петров. А другие, а я Христос. Христос. Мы евангельские христиане. Люди сегодня называют. А вы только православные. Нет этих слов. А написано христианин просто. И слова евангельских христианин нет. Они не евангельские христиане тогда. Люди слова-то на ограбождении говорят. А когда начинаешь разбирать, разберешь эти завалы. И все это умышленно. Кто-то путает. Нам нельзя доказать ничего без Слова Божия. На соборах многое доказывали, но все-таки опирались на Слово Божие. Сегодня в спорах вообще Слово Божие никакой как будто оли не играет. А вот нам нужно, чтобы мы объединились, мы стали более сильные. И теперь мы будем бороться с католиками. Как? Объединение для того, чтобы с католиками бороться. Где вы это нашли? А указывается. Вот год прошел. А что? Тогда указывает на возрождение русской нации. Какое возрождение? В каком месте? В какой деревне? В каком городе? Ты посмотри, что в городе делается. Что в школах? Какие взятки берут везде обороны? Все на развал идет. А вот мы объединимся. Да мы не объединились. Вы знаете, как объединяться можно? Чтобы мы одинаковы были? По Слову Божию. А по Слову Божию это когда мы одинаковы. Объединение в смысле одинаковости. Мы одинаково понимаем. Одинаково. И апостол Павел видел, что у него не так идет дело, как у апостола. И вот он пришел и стал им рассказывать. Братья, я вот так делаю. Я прихожу и перекрестился там или как. И говорю. Бог ныне явился всему миру. Язычники, татары, цыгане могут покаяться. А вы как? На мой взгляд, Бог евреев пришел. Ну и там еще кто-то, может быть, никому не проповедует, кроме евреев. И Павел говорит, и я предложу особо знаменитейшим, не напрасно ли я подвязаюсь, может быть, совсем не так, и что я в те годы делал, обращались тысячи, все это зря. Я им предложил. Как они разгорали в благовествовании. Вот объединилась благопередшая церковь с патриархией. И что? Объединились они по каким признакам? Вот те там благовествуют. И другие, давай, ты как проповедуешь? Ну я начинаю сначала молитву учить, потом говорю, в храм ходите, чаще исповедуйтесь, прощищайтесь. А на каком языке? Ну как на каком? Англичанам на английском языке нельзя. Англичанам, китайцам надо на таком славянском только. Да они и по-русски ни слова не знают. Неважно, Бог знает. Считай, чтобы даже не то, что ненормальные, а совсем такие. Господь прямо нам говорит, как написано. Каждому народу обращались с апостолом. Вот как? А еще как? А как написано? Ни два пальца, ни три, никак. Вообще этого нет в Индии. А у нас принято? Ну принято и сиди. А как правильно одна или два ей писать? Ешва. Запомните? Ешва. Евреи говорят. Иисус это Ешва. А как это непривычно? Сейчас он сам молится. Ешва, Гоан Астри. Это Иисус из Назарета. Да никто не поверит. А мы с правильным перекладом получили от греков-то, да и ничего не можем сказать правильно-то. Никакого Иерусалима нету. У них Салима-то шалом. Даже буквы-то не те стоят. Надо смотреть в Слово Божие, иногда обращаться к оригиналу. Как написано? А теперь проверим себя. Когда мы с кем-то беседовали, какое-то было несогласие. Как часто мы обращались к этим сакральным словам? Как написано? Это же бывает, с кем-то мы не согласны. А как написано? Давайте сядем. Если Писание-то не знаешь, как воды мертвы на правду. Чтобы удержать ее, надо молчать. 1 Иоанн 1, 1, 3. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что осматривали, что ослезали руки наши о Слове жизни. Апостолы могли это сказать и записали о Сыне Божьем. Мы говорим об Евангелии Иисуса Христа. Что мы можем сказать о Христе? С кого нам брать пример? С Христа. Биографию Христа дети все знают. Мы желаем, чтобы в детях отобразился образ Христов. С кого писать образ, подражать? А Иисус Христос, как говорил? По любому вопросу. Чтобы в ребенке отбищал образ Иисуса Христа. С детьми заниматься очень даже непросто. Любой фильм, показ, он может предсказать. А начинаешь, когда посмотришь фильмы Иисуса, они с пятого и десятого прыгают. Он не может еще понять. И быстро забывает. Легко дается учеба, только рожденному свыше. Я имел счастье видеть таких детей, настоящих берущих. 1 Иоаннах 5, 11. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И сия жизнь в Сыне Его даровал. То есть мы получили. Когда? Ну вот нам что-то дали. А большой перевод пришел бы. Или подарок какой-то, дарственная. Ну мы можем сказать, где мы получили. Ну мы не удостоились этого счастья. А бывает родственник богатый, где-то за границей умирает. И оттуда в завещание приходит человек, попрещает. И он несказанно богатым внезапно делается. Как? В Сыне Его. В каком смысле? Свидетельство в том, что Он даровал нам. И жизнь вечную. Вы как-нибудь подумайте. Вот эти, которые миллиардеры, они часто пишут. Они несчастнейшие люди. Я посчитал воспоминания одной этой миллиардеры. Я говорю, я никуда не выхожу. Два-три мне, я говорю, есть знакомых, которых разрешается. Все время охранники. Мы они никогда не остаемся. Я не могу пойти даже по магазинам одна. Одна, она никуда не может пойти. А мы идем хоть ночью по днём. Слово сказать завтра меня не будет. Так что вы просите Господа Бога, чтобы ваши братья, чтецы, кому разрешено в храме проповедовать, нашли проповедь Яна Затауста, может, не крема сирина или сами подготовить. Мы едем на благовестие очень рано, до восьмого уже уезжаем. Далеко. Далеко. И мы едва-едва успеваем к концу службы, где там священник договорились со встречи. Приходится кое-чем пожертвовать. Долгое вам читать молитву. Помолитесь. Потому что в прошлый раз мы ездили в воскресенье. Некоторые не знают. Мы побыли в трёх районах. И везде, удивительно, Бог открывает. Мы фотографии перерезли. Начинаешь говорить, подходит пьяница, начинает мешать. А следующая фотография уже сидит около забора, и сидит, Евангелие считает. Это вот так интересно. Первые люди, кого видим, подходим. А кто такой? Мы говорим, мы благовестники православные. Приехали отсюда, показываем книги. Вот это даром, вот это стоит. Писано у православия 120. В соседний город заходим. Женщина выходит. Я говорю, мне эту книгу дайте. Открывайте руку, 120. А как мы узнали? А вы говорили, я форточку слышал, вы говорили. Она нас ещё не разговаривала, книгу не видела, уже деньги в кулаке вышла покупать. Я такого даже не встречал. С человеком разговариваешь, сидит, как будто он обыкновенный старик. Дальше разговаривает бывшим председателем колхоза. С удовольствием ту же книгу купил, вопросы задаёт. В нём в деревне счастье, расстречается один, только три, за трое, где они ты. Начинаем беседовать. Принимают, как будто бы там вышли люди, там жили вместе с ними. Сначала позвали нас мошенниками, жули, приезжая, деньги собирая, мы документы показали. Книги большую роль играют. Когда документы покажут, паспорт, а потом книгу. Книги начинают говорить. Я автор, представьте как. И сразу располагаются люди. И в следующий раз уже договорились, что мы приедут, чтобы людей собрали в мошенную воду беседу. Были мы в Мамонцевском районе, в Шаршинском и в Тюменцевском. И через Дрест переехали. Мы ехали, только говорили, молятся за нас, дорогие наши молитвенники, братья и сестры. Мы не знаем, как нас встретят завтра, будет ли беседа. Просто помогите. Вы участники будете. Напряженно молитесь. Детей маленьких поставьте на молитву. Недолго, хотя бы минут пять. Помолитесь, помолитесь, какое время опять. Опять ставьте на молитву. Мы ощущали реально совершенно незнакомые люди. Представьте, незнакомые идут по улице. Останавливаются. С ними начинаем говорить, как будто нас ждали. Дальше, хоть сколько едем, никого уже нету. Именно эти люди, вышли, навстречу, как будто они нас ждали. Переезжаем в лесок, а там небольшая роща их разделяет. Опять в этот двор показали заехать, там уже утверждали. Заходим, именно те, кого мы там встретили, они пришли там прямо к их дому. Они-то нам не сказали, где живут. А мы переехали, оттуда прямо к ним в дому попадали. Как будто зарубь нас кто привел. У меня так не было. Крепко за нас молились везде. И дети, и в лагере, и в деревне. Молиться надо за батюшку. Чтобы у него там было благовестие. Я всегда тревожусь, как он уезжает. Он никогда не докладывает, где что было. Я всегда бываю. Ну кто бы там был, он прям их держу. Как бы сердится уже. Ну что он соберет-то? Среди недели там были, никого нет. Там три бабки. Да три, да это же много, батюшка. Да их трех-то собрать. А мы подошли к одной. Она сидит с хлопушкой на скамейке. И от нее сколько узнали? Ей 80 с лишним лет. И через бабушку. Ты никого не зазирай. Ты не знаешь, как Бог через кого откроется. Мы ничего не знаем. И вот в этой нашей немощи Бог тогда открывается. Приехали близким знакомым. Мы когда-то с ним были рядом. Соседи жили, когда я был в пятом классе. Вообще не верующий. Ни граммы веры нет. Ни у него, ни у него есть. Дальше разговариваем. Садитесь за столом, помолитесь. Она только открывает. У нас иконы есть. Закрытые. Правда, впереди игральные карты лежат, а потом иконы. На башнишке прям. В начале молитвы календарь есть. А какой календарь? Может у вас какой-то сектантский? Не знаю, приносит. Правда, сектантский календарь хороший. Надпись в священное писание. Значит, семя там уже брошен. Она даже этого еще не знает. Оставили все книги. Пришлось подарить свои книги. И это все по Слову Божию. Человек посадил в машину, повез там. Посмотрели, где я в детстве был, где жил, где школа. Господь. Мы едем оттуда и говорим, какие черные моря, куда-то едут в пустыню Гоби. Люди не знают, куда деньги тратят. Тут поля, пшеница хорошая. Светит солнце. Хвойный лес. 10 километров хвойным лесом ехали. Чудо Божие. Господи, слава Тебе. Хочется останавливаться и молиться, и благодарить. Мирное время. Мы едем в совершенно неизвестное место. Какая погода? Ничего не знаем. Мы доверились Богу. И возвращаемся, и тут ждут, как будто никуда не выезжали. Ни за какие миллионы этого нельзя купить. С нами наш Бог. Мы страшно богатые. Мы неимоверно богатые. Лука, 18-31. Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, вот мы восходили в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ученики слышали это все, они, конечно, не вспоминали, а Господь иногда раскрывал. Все написанное сбудется и о нас. Он говорит, не оставлю и не покину. Я благословлю. Ангел Господин с вами будет, когда вы понесете слово. Идите на краю вселенной и всей твари. Это все Писание сказало о нас. Мы всю неделю ждем, когда придет воскресенье. Какая же интересная жизнь у верующих. И это еще не все, а что дальше Бог еще будет открывать. Матфея 2-3. Они же сказали ему, в Ифлееме иудейскому вот так написано через пророка. Написано. И никакого исследования, никаких генетических ходов, не надо было вернуть. Он написан, он тиран. Написано. Значит, все. Это точка, в Ифлееме. Христос не мог родиться ни в Бобе, ни в Кабуле. В Ифлееме. Почему? Да написано же. Вдолбите себе сюда, что написано это конечная точка, конечная инстанция. Дальше идти некуда. Написано. Аминь. Матфея 2-6-31. Тогда говорит им Иисус. Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Ибо написано. Поражу пастыря, рассеются овцы. Может быть у нас будет так. Поразит Господь пастырь. Я говорю, подожди, я и хоронить там некому будет. А мы здесь живущие рассеемся. И за это надо славить будет Бога. Поражу пастыря. Христа, конечно. Это написано. Ученики-то как они не хотели от Христа отходить. Петр упросился его защищать. Не умело, правда. Но все-таки. Смелость ему было не занимать. Да как же это сбудется? Господь ведь вложил меч. Мы могли бы многое что-то сказать. Мы старались только одно. Создать людям Евангелие. Чтобы по Слову Божию все было. Псалом 39.8. Тогда я сказал. Вот иду. В свитке Гришин написано о мне. Мы должны увидеть не только пророчество о Христе, а о нас самих. А таких пророчеств очень призови. Всякий, кто призовет имя Господня спасется. Воззовет ко мне и услышу. Псалом 90. Воззовет и услышит. С ним я в скорби. Значит, в скорби нас Бог не оставляет. Это пророчество о каждом из нас. И как на душе радостном. А ведь скорби какие? Самое драгоценное Бог отнимает. Сжигает. Истепеляет. Да, мы жалеем царя. Ну, царь, невинные девушки. Они на небе. По-человечески так. А кто бы они были, если не будет расстрелянная? А где эти, которые убивали? Кто их знает, где они? Ну, только не там. В это я не верю. Иоанн 6, 45. Ну, пророков написано. И будут все научены Богом. Всякий, слышащий от Отца и научившийся, приходит ко мне. Ко Христу не идет тот, кто не от Отца. Вот я занимался много разными книгами. Из других религий считают у мусульман Коран. Он весь написан по слуху. Могомед, что слышал, встречался с христианами, так и писал. Это не откровение Божие. Там все еврейские рассказы, они, ну, как вот человек, который слышал, забыл. Вот в таком уроке написано. Нет этой четкости. Он не может, когда, откуда он узнал. У нас в Библии все говорится. Кто это сказал? Как Моисея Бог избрал? Ну, что дальше было с Моисеем? Где, а там пропуски. Потому что он не мог все запомнить. Тем более он не знал ни еврейский, ни арабский язык. Нам открыто это через слово. Деяние 7.42. Божий отвратился, и как написано в книге про рову. Так раз и написано, что отворотится. Да. От израильства народа Бог отвратился и предал их поруганию. А так от русской церкви отвратился и предал поруганию. Я говорил, что среди поэтов, примерно за 300 лет я их перемолодел нынче, больше 10 тысяч стихов только. Стихов. Ни одного рожденного свыше не нашел. Ни одного. Как мне это было тоскливо. Сейчас вот даже я занимаюсь материалами. Ну, ни одного нету, чтобы прямо говорил. Как это можно не видеть, когда прямо Господь говорит? Мне тут надо Родина большая, чтобы была, кого-то где-то подмять надо, кому-то отомстить, чтобы кто-то нас боялся. Откуда это? Нам дано только страдать. Не только веровать, но и страдать, Петр говорит. И мы должны с этим согласиться. И тогда с нами стоит Христос, и Он меняет сердца людей. Меняет. Он располагает. Я помню, с Новокузнецкой тюрьмы везут, когда на этап. Этап это от тюрьмы до тюрьмы, когда везут. Это самое опасное. Пожаловаться некому, потому что довезли, сбросили, сдали. Там же начальство постоянно, а которые везут, состав ушел в углу на промеги. И называется конвой. Конвой лютует. Новосибирск особенно славится лютостью своей. Не будет тюрьмы, хоть лопнет. Не дают ничего ни есть, ни пить. И вот когда вывозят, ну как бьют, это нельзя высказать. А перед этим, как садить уже, вывозите из тюрьмы, во дворе выстроили зима. У кого какие жалобы есть? Сохрани Бог. Какая жалоба? Тебя сейчас зароет и знать никто не будет. Ну жалобы есть, полупьяный стоит офицер. Ну говори. Я поднял руку и говорю, жалобы есть. Как? Жалобы? Даже надо думать. Где ты говоришь? Там не прокурора по надзору. И какая жалоба? Ну что-то у меня отняли. Я говорю, авторучку у меня взяли. Отняли они. Говорят, авторучки, там говорить-то не вообще было. Он сразу остановился, пошли. Заводит меня, у всех отняли ручек. На столе сколько есть, он все сгребает, меня в сумку толкает. Там 100, 200 авторучек. Это все твои, пошли. Еще есть жалобы? Нет? То ли он что-то знал, или Бог так знает. Я по себе не жили. Да он ничего не знал, он полупьяный. Это Бог так делает. Все, куча, забирай. У меня сумки, две большие сумки. Он полные сумки натолкал, ручек посадил и поезжай. Да еще и охрану дашь, но у меня дорога еще не отняли. Как все вспомнишь? А если бы я умел защищаться? Ну вот у нас живу, то умел защищаться. Первые же драки убили. Все. Псалом 28, 8. Идияние 7, 42. Бог же отвратился, и как написано в книге Пороков. Деяние 15, 15. И с ним согласны слова пророков, как написано. Какие пророки? Что сказали конкретно, по какой-то теме? Ну, сегодня вам некогда заниматься. Будет впереди большая зима. Что Писание говорит конкретно об отношениях матери с девочкой, матери с мальчиком, отношения девочки к матери, к родителям? Ну, то есть любой вопрос задавать Писанием он освещен. Я говорю, что задают вопросы. Вот мне понравился наш первый иерарх, Иларион. Ему задают вопросы. А вот вы говорили интервью, давали насчет того, что на русский язык. Да как вы? Он говорит, грамотно с высшим образованием стоят и ничего не понимают. Что читается по Риме, ветхозаветные ощущения. Надо на русском языке. То есть за что мы боремся, он это поддерживает. Это нам уже Господь дает. И он высказался сейчас, вот архиерейский собор, этот был архиерейский собор, и он высказался, что многие недовольны, что патриархия не вышла из оккуменизма. Со всеми молятся. Это очень большой соблазм, хорошая вещь. Что-то может еще было, но мне просто не попало. У него интервью берут, и он отвечает о своем выступлении. Полностью выступление я не буду достать, но, в общем-то, может только молиться. Если так дальше дело пойдет, то какую-то лепту они вложат в то, чтобы вышли из этого сатанинского сборища оккуменистов. Деяние 24.14. Но в том, признаюсь себе, что по учению, которое они называют ересем, я действительно служу Богу Отцов, веруя всему написанному в законе и в пророках. Верить надо всему написанному не в газетах, не в своих книжках, а в законе и в пророках. А законы и в пророках – это в Библии. И читать надо очень внимательно, самому не толковать. Вот я говорю, но находясь здесь, я от вас вопросов не слышу. Это может и радовать, и печалить. Или много знаете, читаете. Или не читаете совсем. Почему вопросов нет? Вот у меня вопросы все время идут и идут вопросы. Я к мне задаю, и я задаю. У меня есть многое, что я не могу разрешить. Писание молчит об этом. Очень трудно искать у святых отцов. Святые отцы – это патрология, это 300 книг. 300 книг. Это не 30 книг. Римлянам 1.2. Которое Бог прежде обещал через пророков своих. В святых писаниях. Бог обещал, что принял Сын, обещание выполнено. Он обещал, что Сын явится для всех наций. Да, достиг и русских людей. Он обещал, что приходящего ко мне не изгою вон. Да, так. Нам Бог дал все. У нас есть священство. Есть понятие о таинстве. Есть понятие о церкви. Вот этого пока будем держаться. Что новое еще откроет Господь? Мне многое не открыто. Спрашивает, а как дальше будут развиваться события? Понятия никакого нет. И я никогда об этом не прошу. Я вижу только сейчас с нами, с нашей общиной, именно так, как могли бы только думать. Архиерей на нашей стороне. Что-то еще 4 года. Может, что-то они сделают. Но доверие наше Господу оправдалось уже. У нас не было никаких потрясений. Мы ровно так прошли. Не впали ни в какой раскол. Не уклонились в ересь. Как написано. Поэтому данное обещание Богу о Христе мы должны прилагать к себе. А что обо мне конкретно там сказано в Писании? По имени моему нет. А так понятно. Иисус говорит, вас зовет ко мне и услышу. И в день печали помогу ему. Мы воззвали и просили Господу. Господи, соделай так, чтобы воля Твоя исполнилась в нас. Волю Божью познать без смирения нельзя. Мы высказали четко свое мнение. Мы не согласны с объединением. Потому что не было покаяния в патриархии. Но мы подчинились. Подчинились и нас все терпят. И власти нас не трогают. И местные, хоть они недовольны нами. Там епископ и священники. Но местный епископ, я не знаю, кто ему подсказывает, но нигде на меня не вылез в печати. В устной форме. Передают, но ни разу за все время, что и по 4 года, он уже здесь, а может даже и по 4,5. Но все стоит в той же паре, как будто он первый день приехал. Мы молимся. Нам есть чем себя занять. Как свободная минута. Никто не пищит. Начинаем молиться. Пойдешь ли куда, поменьше вкусных разговоров. Научитесь за все благодарить Бога. И вспоминать, что об этом написано. Мы детям задали загадки. Иногда дорога идем. А что про дорогу в Писании написано? Ну этим-то ничего не скажешь, они не знают. Сами себя об этом. Ставьте себе вопрос. Как это будет выглядеть? Итак, согласно написанному, мы приняты Христом. Согласно написанному, Он нас не избонит, если мы будем верны. Если народ оказался неверным, то Бог верен. И согласно написанному, что у нас вокруг, мы имеем великую надежду достичь Сащества Небесного. Аминь.